И последнее. Управление архитектуры и градостроительства Нальчика обеспокоено внешним видом зданий, которые не эксплуатируются уже на протяжении долгого времени. А таковых в городе сегодня около 20. Хозяева заброшенных объектов не торопятся исправлять ситуацию, ссылаясь на разные причины, хотя есть и те, кто уже приступил к ремонту. Тему продолжит Осман Казаков. Дом, моды, торговые центры и кафе. Когда-то в этих стенах бурлила жизнь. Сегодня здесь тишина и запустение. Обупившаяся штукатурка, разбитые окна, удручающий вид фасадов, не лучшим образом сказывающийся на архитектурном облике Нальчика. Эти здания – многолетняя головная боль городской мэрии. Они принадлежат частным владельцам, а потому руки у администрации связаны. Некоторые оправдываются тем, что приобретя этот объект в собственность, потратили значительные средства, и пока они имеют средств и сил, чтобы начать ремонтные работы по фасадам, по внутреннему убранству, по отделке. По словам Арсена Ногоева, изъять имущество у хозяев невозможно, поскольку это довольно сложная процедура. Для законодательства РФ частную собственность охраняют так же, как и государственную. А горожане тем временем возмущаются. Пока безадресно. Либо разрушить, либо построить новые. Почему-то застраивают дома, магазины, а вот это здание стоит, почему его не использовать? Почему так оно должно пустовать? Его надо реставрировать, конечно. Останавливать, это культура Нальчика, история Нальчика. Как-то благоустроить их, облагородить, чтобы красиво у нас в городе было. Впрочем, лед, как говорят в городе администрации, тронулся. Отдельные собственники всерьез занялись решением этой проблемы. По некоторым объектам в ближайшее время приступят к проектированию. А в отношении нерадивых владельцев Управления архитектуры и градостроительства мэрии намерено инициировать возбуждение административных дел. Осман Казаков, Заур Конкулов, Вести Кабу.